Люди во все времена селились около водоемов, а если его рядом не было, создавали сами, как например в селе Федоровка Калининского района. Местный рукотворный пруд стал важным хозяйственным объектом, но теперь он высох. Из разрушенной в апреле 2012 года плотины в селе Федоровка пруд превратился в болото, и местные жители лишились не только водоема для хозяйственных нужд, но и живописного места для отдыха. Создали его в 70-м году для нужд хозяйства. В 71-м в нем появилась первая вода, запустили рыбу. Раньше было орошение с этого пруда, мелиорация велась, поливались поля. Было большое хозяйство по животноводству, где могли напоить скот. Также эту воду осенью перекачивали в другой пруд, чтобы поить скот в зимний период. Ну и так же люди пользовались. Водопровода по селу никогда не было. Он держал грунтовые воды. Люди во дворах делали колодцы. Была вода. Жители считают, что была возможность сохранить пруд, сделать обводные каналы для сброса воды. Но водоем стал постепенно высыхать, а уровень воды в колодцах уменьшаться. Рыбалка была. Рыбы много очень было. Приезжали из всего Калининского района. Карп, толстолобик, щука, карась, окунь. Много всякой было рыбы. Утром всегда туманы были. Сейчас этого вообще ничего нет. Трава сохнет сразу же. Чуть только потеплело, трава засыхает. Влаги нет. В 2019 году проблема стала набирать обороты. Уровень воды в колодцах упал на 5-6 метров. Представители власти собрали сход, на котором пришли к выводу, что надо бурить скважину и устанавливать трубопровод. Пока вопрос решался, селяне выходили с положения, как могли. Питьевую воду привозили с города, с соседнего села привозили. А техническая вода, были копаны колодцы на глубине 9-12 метров. Скважины буреные вручную. Вот какая-то техническая вода в любом случае на этой поверхности имеется. Вот этой водой технической пользовались для домашних нужд. В 2021 году осенью начались эти работы. Провели трубопровод, прокинули, пробурили скважину. И в 2022 году, в июне месяце, пустили водопровод водой. Несмотря на то, что вода теперь подключена в каждый дом, потребность в водоеме осталась. Для хозяйственных нужд, красоты, наконец, и, конечно, рыбалки. Но проблема с прудом все и остается. Потому что пруд, плотина нигде не стояла на учете. Сейчас мы пытаемся оформить и оформляем как бесхозное имущество, чтобы изыскать уже денежные средства для восстановления водопровода. Жители Федоровки продолжают надеяться, что власти смогут найти деньги для восстановления плотины и возрождения их пруда. Полина Хомутовская, Николай Синегубов, агентство САРБК. Продолжение следует...